В Ледовом дворце спорта Вячеслава Фетисова завершилось зональное первенство России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей. Уже пятый год подряд в середине зимы Омский лед собирает лучших фигуристов Сибири и Дальнего Востока. Около ста юных спортсменов из девяти регионов с 13 по 15 февраля боролись за право попасть на первенство России. В нынешнем году зональные состязания фигуристов совпали с мемориалом выдающегося тренера Станислава Жука. В одиночном катании среди фигуристов младшего возраста сильнейших выявляли спортсмены 12-13 лет, 11 лет и моложе. А в соревнованиях по старшему возрасту по разряду кандидатов мастера спорта выступали ребята 17 лет и младше. На торжественном открытии участников соревнований приветствовали ветераны фигурного катания, а также министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Антон Чешукин. У вас очень прекрасный, сложный, но очень красивый и прекрасный спорт. Вы все потенциальные, потенциальный наш олимпийский резерв. Я от следующих желаю успехов, хорошего настроения. И пусть каждый с этих стартов обязательно с собой унесет что-то хорошее. Очень приятно, что расширилась география этих соревнований, участие участников этих соревнований и мастерство спортсменов в этом году намного значительно выше, чем в предыдущие годы. Полина Цурская в фигурном катании с 4-х лет. Тренера нашей 35-й школы Олимпийского резерва на Полину возлагают большие надежды. Вот и здесь, на первенстве Сибири, амичка лидировала в старшей группе среди девушек. Просто у меня уже большие успехи и все быстро продвигается, поэтому у меня получают это удовольствие. Езжу на соревнования, узнаю много нового городов, много вижу новых. Ну и в общем, я стала более спортивной. В условиях острой конкуренции каждый юный спортсмен готовится к прокату программы по-своему. За свою пока недолгую спортивную карьеру Алексей Хвалько из Красноярска отработал действенный способ подготовки к соревнованиям. Тренируюсь, как будто на соревнованиях. Как будто программу катаю. Все, сейчас надо сосредоточиться, как на соревнованиях делать. Когда выхожу сюда, все, как на тренировке надо делать. По итогам соревнований омские фигуристы выступили успешно и показали достойные высокие результаты. Спортсмены, занявшие призовые места, получили путевки в финальную часть соревнований. И костяк сборной Сибири и Дальнего Востока на мартовских стартах первенства страны составят спортсмены Омской области. Первенство России из зоны Сибирь и Дальнего Востока по фигурному... Продолжение следует...